Бисмилла, асхмундиллах, ассалату wassalam al rasulillah. Натокалям анал месх, анал хуффей, анал жавариб. Бисмилла, ассалату he salam al rasulillah. Поговорим с вами, что касается обтирания носков или кожаных носков хуф. Да. Шурута масха на хуффейн. Для того, чтобы протирать носки или кожаные носки, есть условия. Первое условие, чтобы человек одел эти носки или эти кожаные массы на чистую ногу, то есть полностью, когда возьмет уду, полноценную уду, и после этого оденет носки или массы. Мы спросим, который человек хочет сделать маску, обтирание носков, ты взял полноценное уду, полностью закончил уду, потом одел носки. То есть второе условие, чтобы эти носки были чистыми. То есть если будет какое-то сомнение, или поспорят люди, то есть чистые ли те линии носки или нет, то основа в вещах, что она чистая. То есть также маска дозволяется делать только при малом омывении, при уду, потому что, когда если происходит большое сквернение, то требуется полный гусел, и нужно снимать для этого носки. Так же говорит, носки должны закрывать большую часть ноги. То есть также есть низкие носки, которые, допустим, не закрывают чиколотку, или прям под чиколоткой проходят. Такие носки тоже, то есть можно делать маску, потому что они закрывают большую часть ноги. И даже можно делать на них маску, если они тоненькие носки. И также условием является, чтобы обтирание происходило своевременно. И для человека, который не путник, в местности своей находится, это один день и одна ночь. 24 часа. То есть и так же, а для путешественника мусафира три дня и три ночи, то есть 72 часа. То есть он должен надеть их после полноценного вуду, надеть носки. Чтобы эти носки были чистые. Закрывали большую часть ноги. То есть и обтирание бывает только при малом оскоренении, но не при большом. И в своевременном. С какого времени начинать отчитывать время, что на все вот эти 24 часа? Как только первый раз обтер сделал маску, с этого момента ты начинаешь отчитывать сутки. Например, сегодня, в воскресенье, шейх сделал вуду, в 6 часов утра и одел носки. То есть, прежде чем надеть носки, он помыл ноги водой. Потом надел носки. И он в таком состоянии в этих носках проходил до Зухра. И то есть, ему надо брать вуду и ближе к Зухра намазу, в час дня он сделал маску, обтер носки. То есть, сделал вуду и обтер носки свои. То есть, значит, он должен начинать отчет с часа дня. И он может обтереть до следующего часа дня, то есть, еще сутки, то есть, для того человека, который не является путешественником. А если же он является путником, то он может трое суток обтереть. Как обтереть? Обтереть только верхнюю часть носков. Либо втирать сразу одновременно две ноги, либо сначала правую, затем левую. Как мы сказали, что он, допустим, одел хуфы на фаджер. А потом перед Зухром, то есть, сделал вуду и сделал маску на носки. И зашел в мечеть. А потом, и после этого снял носки. Портится ли его вуду этим самым? Вуду этим не портится. Но не дозволяется ему в следующий раз опять обтереть эти носки, если он их уже снял. Потому что он их уже снял, и невозможно делать маску. То есть, снял и одел их тут же, допустим. И мы говорим, что вот это одевание носков, оно не произошло на помытые ноги. Поэтому невозможно делать маску. Ну, и, на самом деле, и сей. И салям, и салям, и салям, и салям. Я вас